всем здравствуйте и с вами наталья на канале сад своими руками сегодня 3 мая и речь пойдет о томатах многие садоводы огородники уже высадили свои томаты или готовятся к их высадке я вам покажу свою рассаду на момент высадки какая у меня она выросла вот такая вот рассада крепенькая зелененькая посадила я ее 5 5 марта я замочила семена 6 посадила а к десятому числу у меня взошло больше половины томатов это 50 кустов из 70 рассаду я свою подкармливала полным комплексным удобрением фертика яичной скорлупой настоянной луковой шелухой когда стало потеплее свою рассаду я стала выносить теплицу на день чтобы она крепла закалялась также привыкалась к солнечным лучам вот такие вот кустики мне получились пожалуйста вот крепенькие красивенькие эти томатики росли у меня у мамы на балкончике вот они уже зацветают у них уже цветочные кисти готовы вчера мы высаживали наши томатики часть точнее наших томатиков уж как копать ямочки я вам показывать не буду но расскажу что я в них клала во-первых с осени эта грядочка готовилась на ней выращивались сидираты чтобы обогатить нашу почву выращивалась вика в перемешку с белой горчицей и перекапывалась разбрасывалась также доломитовая мука зола рыбная мука добавлено немного супер фосфата все это перекапывалась и готовилась к весне это весной земелька опять перекопалась что было более воздушной и воздухопроницаемой ямочки я рыла где-то побольше чем на штык лопаты чтобы посадить томатики поглубже для чего я это делала мне очень хочется чтоб томатики росли крепкие и сильные они так могут расти когда у них развивается дополнительная корневая система вот первые настоящие листики я обрезаю за несколько дней дня за два за три можно обрезать до посадки для того чтобы они потом подсохли эти пенечки они отвалятся и когда на стволике появятся дополнительные корни можно было окучить смело томат чтобы не было никаких вот живых ранок чтобы наш томатик не заболел или не сгнил не дай бог вот в луночки я добавляю естественно залу как и все залу потом перемолотая яичная скорлупа добавляются добавляются также сушеные банановые корочки как это выглядит кушайте бананчики корочки можно посушить потом добавить в луночку также добавляется перо из старых старых пуховых подушек вот то что вам не нужно вы можете добавить земельку перепреват это очень хорошо является дополнительным питанием для наших томатов виде микроэлементов также я развожу суперфосфат столовую ложку на ведро я развожу себе например мне нужно 5 ведер естественно я развожу 5 столовых ложек заливаю горячей водой это дело у меня с вечера настаивается на следующий день делю эту баночку на 5 равных частей как это выглядит все естественно перемешиваю добавляю одну часть на 10 литровое ведро и проливаю луночки я где-то поливаю в лунку ну полтора литра можно 2 вот сажаю томатики естественно добавляю туда все что необходимо присыпающую земелькой ставлю наш кустик и уже закапываю вот как это выглядит поливать такие томатики тоже очень удобно так как вода не растекается томатики еще поливаются раствором гумато калия и микроэлементов вот все это разводится в лечке проливается и затем еще проливаться чистенькой водичкой сейчас недельку я их поливать не буду они покрепнут начнут развивать корневую систему затем потихонечку я начну их окучивать вот видите сколько лишней земельки лежит это очень удобно подокучим дополнительные корешочки будут прикрыты землей потому что не у каждого на участке есть возможность взять дополнительно землю и присыпать стволу томатов окучить просто на этой же грядке не получится так как томаты развивать корневую систему я например через неделю уже если царапку воткну в землю я вижу что там уже одни корни то есть это сделать уже будет нереально дополнительно земли у меня нет для того чтобы просто присыпать это надо покупать это дорогое удовольствие поэтому я сажаю томатики поглубже также были высажены огурчики вот моя мама выращивала рассаду они уже тоже готовятся огурчики маленькие есть такие вот товарищи вот подрастут надеюсь скоро будем кушать так что вот вроде все вам рассказала на эту половину следующую буду высаживать перцы вот а томатики поедут уже в другую теплицу всем спасибо что были на моем канале до следующих встреч